Агрессивная рекламная политика в области вооружений определила в фавориты производства наиболее технологичного вооружения мировых лидеров США, Великобританию, Францию, Германию, Италию. Однако в мире существует еще немало стран, производящих очень приличные образцы вооружений. Проект Арчер начался еще в середине 90-х с целью создания новой артиллерийской системы, предназначенной для условий и вызова в Швеции и Норвегии. Обе страны имеют схожий рельеф, климатические условия и тактически оперативные возможности противостоять единому гипотетическому врагу – России. Именно поэтому при разработке Арчер была заложена идеальная формула – бить дальше, вернее, быстрее и постоянно маневрировать. В результате в 2013 году Швеция получила на вооружение FH-77BWL-52, или просто Арчер, лучник. В любом случае, несмотря на все свои возможности, пока Арчер не может похвастаться большим портфелем заказов. Всего только 48 единиц в армии Швеции. Норвегия, изначально также заинтересованная в Арчер, вышла из программы и затем закупила корейские САОК-9. По экономическим причинам сорвался контракт с Хорватией, которая, со скидкой, купила поддержанные немецкие ПЦH-2000. То есть, кроме базового заказчика, пока клиентов на эту систему не нашлось, хотя США и Швейцария рассматривают ее как одного из кандидатов на обновление собственного артиллерийского парка. Война в Украине, как бы кощунственно это бы не звучало, просто находка для проекта. На что же способен шведский лучник? Самое главное в Арчер – полная автоматизация процесса, наведение, зарядка и выстрел. Фактически вся артиллерийская часть машины – это безэкипажный боевой модуль, который дистанционно управляется из кабины через цифровую систему управления огнем. Экипаж, состоящий из трех человек, касается боеприпасов только один раз, во время загрузки боекомплекта. В результате, Арчер – одна из самых быстрострельных САУ в мире. Весь боекомплект в 21 снаряд, эта арт-система может выпустить за 3,5 минуты. В этой области единственным конкурентом для нее является немецкая ПЦХ-2000, которая по паспорту имеет скорострельность в 10 выстрелов в минуту. Но в ней это зависит от мастерства заряжающего, который должен руками досылать вышибные заряды. Еще один козырь Арчер – скорость открытия огня и оставления позиции. Перевод в боевое положение и первый выстрел – 23 секунды, серия из трех выстрелов – 40 секунд, а через 24 секунды Арчер уже покинул позицию. И сделал это до того, как на позиции врага взорвался первый снаряд. В условиях контрбатарейной борьбы это абсолютное превосходство над врагом. В основе Арчер лежит шасси от шарнирно-сочлененного самосвала Volvo A30D. Это означает, что для изменения направления движения вправо или влево вращаются не колеса, а вся передняя секция, включая кабину и двигатель, обеспечивающий 30-тонной машине отличную проходимость. Шасси рассчитано на полную массу в 51 тонну. Колесное шасси может двигаться по снегу глубиной до 1 метра, а в случае повреждения колес, в частности при взрыве, лучник, еще некоторое время способен продолжать движение. Защита САУ включает в себя бронирование по стандарту НАТО «Штанак-2», предоставляя Противопульную защиту от бронебойно-зажигательного патрона 7,62х39 на дистанции 30 метров. Противоосколочную защиту от подрыва 155-мм осколочно-фугасного снаряда на дистанции 80 метров. Противоминную защиту от подрыва противотанковой мины фугасного действия, масса заряда 6 килограмм взрывчатого вещества. В кабине расположены рабочее место для трех или четырех членов экипажа. В зависимости от характера выполняемых задач, в нем может быть один или два оператора вооружения. При этом механик-водитель и командир постоянно входят в состав экипажа. На крыше кабины экипажа есть место для установки дистанционно управляемой тюрели-протектор с пулеметом. Вместо единой системы зарядки, Сауарчер использует два взаимодействующих друг с другом механизма. Один из них подает 155-мм снаряды. Вторая система зарядки оперирует металлическими зарядами в виде цилиндрических блоков со сгорающей оболочкой. Вместимость механизированной укладки – 21 снаряд. Укладка башни самоходки Арчер содержит 126 блоков с металлическим зарядом. И при использовании транспортно-зарядной машины с грузовым краном на полную загрузку боекомплекта уходит около 8 минут. Механизмы зарядки пушки обеспечивают скорострельность до 8-9 выстрелов в минуту. При необходимости экипаж самоходки может вести огонь в режиме так называемый огненный шквал, в течение небольшого времени производя 6 выстрелов. Это когда выстреливаемые по очереди снаряды летят каждый по индивидуальной траектории и уничтожают цель почти одновременно. На отстрел полного боекомплекта в 21 выстрел уходит не более 3,5 минут. Причем часть приготовлений к открытию огня самоходка может производить еще на пути к позиции, благодаря чему первый выстрел производится уже через 30 секунд после остановки. За это время опускается аутриггер и приводится в боевое положение башни. После выполнения огневого задания экипаж переводит боевую машину в походное положение и покидает позицию. На подготовку к уходу с позиции также уйдет около 30 секунд. Заявленные дальности стрельбы Обычным снарядом 30 км, активно-реактивным 40, а высокоточным экскалибур 50 км. Это уже дает абсолютное преимущество в дальности огня всем российским артсистемам. Габариты и вес самоходной артиллерийской установки FH-77BW L-52 позволяют перевозить ее как по железной дороге, так и военно-транспортными самолетами ИР-БАС А-400М. Однако не все так гладко. Во-первых, боекомплект Арчер составляет 21 снаряд, после чего САУ должна ехать на перезарядку. То есть возможности вести постоянный огонь, когда снаряды подают из грунта, у Арчер нет. В условиях контрбатарейной маневровой войны это и не нужно, но может стать решающим недостатком, когда необходимо просто обеспечить стабильное огневое воздействие на противника. Арчер оказался довольно тяжелой системой. Для шведской армии в качестве шасси для нее был выбран карьерный самосвал Volvo E-30D с колесной формулой 6х6. В этом варианте вес САУ составляет 30 тонн, учитывая бронирование кабины, а при шасси МН 8х8 вес увеличивается до 33 тонн. И колесное шасси – это всегда ставка на оперативную мобильность. Когда машины можно быстро перебрасывать по всей длине фронта, но не реальной проходимости на местах. Еще один довольно неочевидный фактор – экипаж в три человека. Если брать традиционный подход, когда расчет САУ должен ее самостоятельно и обслужить, и оперативно починить прямо в поле, то трех человек для этих задач откровенно мало. А в целом шведская 155 ММС САУ FH-77BW L-52 Арчер считается одной из лучших в мире.